Мои дорогие, всем привет! Меня зовут Катерина Данко, и я очень рада вас всех здесь видеть. Спасибо, что заглянули ко мне на канал. Сегодняшнее видео будет необычным. Я, честно говоря, долго думала, как его назвать, как вообще его позиционировать, потому что изначально я хотела снять мои осенние фавориты. Но что-то пошло не так. Я в какой-то момент поняла, что у меня достаточно много продуктов, которые вот просто лежат, они как бы были вот недавно еще новинками, и как бы надо было бы их показать, но у нас было с вами очень много распаковок от венкалендарей, и как бы они еще будут. Просто начался новый месяц, я распланировала бюджет, заказала новую партию от венкалендарей, и нужно как бы ждать, ждать, пока будет доставка, и буквально же завтра поеду забирать некоторые. Так что, если вас интересует эта тема, то как бы распаковки у нас продолжаются. Если есть какие-то идеи, если бы вы хотели, чтобы я распаковала какой-то адвент, адвент, календарь, то вы можете написать в комментариях, я вас там буду ждать. Так вот, про сегодняшнее видео. Набралось много продуктов, которые я хотела бы вам показать, которые вы сама хотела попробовать, и сегодня мы вместе с вами это сделаем. Ну и давайте я, наверное, еще сориентирую вас по видео, какие бренды здесь будут. Скорее всего, что-то я указала на обложке, но все же. Например, будем с вами знакомиться с брендом Виктория Станеевича. Я ничего про этот бренд не знаю, но у нее невероятно красивый пигмент, который я прям хочу прям попробовать в нескольких макияжах, вот адаптировать его. Он просто переливает со всем, чем только возможно. Он очень красивый, хочется рассматривать со всех сторон. Также есть палетка хайлайтеров от этого же бренда. Есть новинки Катрис, которые уже были в обзорах, и те, которые еще не успели попасть ни в один обзор, и то, что уже было в обзорах, стало моими фаворитами. Да, вот так бывает, так быстро. Плюс покажу свои продукты для губ, свою кремовую сухую коррекцию, чем я сейчас пользуюсь. Это разные продукты, разные бренды, из разных сегментов, от Vivienne Sabo до Rare Beauty, и, в общем, все здесь есть. Еще сегодня мы с вами немножечко поговорим про уход, что бывает нечасто на моем канале. И это будет уход от бренда Arabia, который я уже тестирую с лета. То есть там уже многие баночки подходят к концу, и мне нужно было время, чтобы прям распробовать этот бренд. Я знаю, что многие из вас тепло к этому бренду относятся. Я читала ваши комментарии в Телеграм-канале, и я понимаю, почему. Так что досматривайте видео до конца. И если вдруг вы впервые на моем канале, можете подписаться на него. Не забывайте про это. А еще можно поставить лайк. Лайк – это вообще бесплатный эквивалент. Спасибо. Но если вдруг вы хотите меня чуть больше поддержать, сейчас это очень нужно, это очень важно. Очень много выходит новинной коллекции, все бренды что-то выпускают. И это все требует сил, денег, вложений, временных, эмоциональных. В принципе, я сейчас полностью себя вкладываю в YouTube. Буквально сейчас уже пол первого ночи. I'm sorry. Я снимаю видео, чтобы оно вас вышло в пятницу. И надеюсь, что оно в это время, в нужное время выйдет. Так что буду вам благодарна, если вы нажмете на кнопочку «Спасибо» и там по инструкции поймете, что нужно сделать. Если, конечно, есть такая возможность, это будет просто самая крутейшая поддержка меня. И я снимаю контент, вы меня таким образом благодарите. В общем, взаимный такой полезный обмен получается. Приятного просмотра. Знаете, я сейчас вспомнила то время, когда я только начинала смотреть YouTube. Такие каналы, как Оли Ретотам, Наталина Мюэй. И я помню, как Наталина, например, рассказывала, что она снимает по 7 видео, типа в неделю, чтобы они выходили по 3-4 раза на неделю. И с запасом Оли Ретотам писала, как-то где-то говорила, что она по 4 видео в день снимает. Люди, вы вообще нормальные. Вы человеки? Серьезно. Я, честно, этого не понимаю. У него глаза сейчас просто вывалятся. Все. Но я не жалуюсь. Мне это нравится. То есть, вы не думайте. Просто, конечно, иногда бывает физически просто ты устаешь. Вот и все, как и любой человек на любой работе. Вот. Логично будет начать с ухода. Ну и плюс я хотела бы нанести еще крем на лицо, чтобы максимально подготовить его к макияжу. И пока я буду рассказывать, он, конечно же, уже впитается. Итак, у меня это крем с витамином С и неоциномидами. Витамин С у нас способствует тому, что он предотвращает появление более активных пигментных пятен и также осветляет те, что уже есть. Постепенно, конечно, при регулярном использовании. Более того, у нас здесь в составе есть неоциномид, который еще способствует выработке естественного коллагена, эластина. В общем, кожа становится с неоциномидом в компас с витамином С более эластичной и свежее выглядит. Плюс она дополнительно сияющая становится. Становится сияющей, звучала странно. Придает коже сияние. И у него такая очень приятная густая консистенция. То есть, когда вы его наносите, это что-то между суперпитательным кремом и каким-то более легким вариантом. То есть, прям такая хорошая густая консистенция, которая не утяжеляет лицо, не утяжеляет кожу. И вам прям с ним комфортно. Плюс, конечно же, он полноценно впитывается. Через минуты так 5-7. И вообще, в принципе, остается только такое мягкое, приятное ощущение. Более того, я этот крем давала попробовать маме, пока я была в России. И она пользовалась им, наверное, так недельки 3 точно. И где-то на второй неделе она мне сказала, что слушай. А у нее была проблема именно с увлажнением и вот какой-то такой сухостью стянутости на коже. Она много кремов перепробовала, и вот что-то как-то ей все не подходило. Но, попользовавшись этим, она мне через какое-то время говорит, что слушай, а на утро я не чувствую, что мое лицо как-то стянуто. Мне прям зашло, понравилось. И вот еще момент. Я сейчас его наношу, и я чувствую такое легкое, знаете, как вам объяснить? Легкий холодочек. Приятный такой освежающий эффект от цитруса. То есть, он и пахнет слегка цитрусом, прям хороший, комфортный крем. И он реально практически уже закончился, что очень жаль, потому что я ему прям регулярно пользуюсь утро-вечер, мне он нравится. И следующий продукт, о котором я 100% буду жалеть, когда он у меня закончится, это гидрофильное масло. Я им пользуюсь сейчас, мне кажется, месяц. До этого я заканчивала свое другое гидрофильное масло от Холики-Холики, и вот оно прям было плохое. Прям вот я ждала, когда оно у меня кончится, мне было жалко просто его выбросить. Оно в целом неплохо снимало макияж, но оно как-то щипало глаза, оставалась жирная, неприятная пленка. Долго его нужно было как-то смывать. На глазах пелено мутное, и ты ничего не видишь. А у меня макияж сейчас достаточно тяжелый. Поэтому я нет-нет, добрала это масло, и вот оно просто мягчайшее. Оно, во-первых, как-то вот таким вот легким ощущается. Да, это понятно, масляное масло, но оно бывает тоже разное. У него такая, видите, достаточно жидкая консистенция, и когда вы набираете на руки, то оно вот прям такое вот прям жиденькое, вот так хоп-хоп-хоп-хоп помассировали. Но, конечно, помассировать нужно хотя бы минутки три, чтобы нормально растворить макияж, чтобы там не тереть как-то очень активно, не травмировать дополнительно кожу. И постепенно, конечно же, макияж сходит, и оно смывает весь макияж. Весь макияж, вот прям даже самую стойкую тушь. Просто, конечно, такой тушь нужно подольше, побольше времени ее так вот помассировать. И когда вы начинаете добавлять воды, все это смывается молочком, очень, опять же, мягкой, и плюс вообще никак не щипет глаза, и оно как-то не затекает в глаза. Потому что, ну, правда, есть такие средства, которые делают вот эту пленку у вас на глазах, и все. Ты просто вот, как я не знаю, в какой-то камере находишься не очень приятный. Здесь такого эффекта нет, все суперкомфортно, у меня постоянно рука к нему тянется. Более того, здесь приятный состав, витамин А, Е, Ф, то есть тут прям хороший такой комплекс. И, собственно, за счет этого он работает, правда, хорошо. Помимо того, что здесь есть витамины, здесь еще в составе масло подсолнечника и экстракт апельсина. Оно еще тоже приятно пахнет. Вообще, вот эта вот линейка, она вроде как антивозрастная. Но, когда я проходила тест на сайте Аравия в целом, я и указывала, что у меня там есть морщинки под глазами, которые меня напрягают. Мне не нравится то, что у меня есть какие-то пигментные пятна. Собственно, алло, поэтому у меня здесь крем, мне порекомендовали его взять. Ну и, собственно, дальше следующие продукты, которые буду показывать, они тоже обоснованы. Ну и после того, как я смыла это масло, да, оно не оставило пленку, то есть уже кожа чувствует себя комфортно, вообще нет ощущения, что у вас на лице было масло. И это, на самом деле, опасно, потому что все равно после таких вещей нужно как-то вот дополнительно еще чем-нибудь умыться. И на этот случай у меня как раз есть пенка. Пенка с муцином улитки и с зеленым чаем. То есть, это такая вот увлажняющая, немножечко восстанавливающая штука, которая еще и слегка подсушивает кожу там, где надо. Мне что понравилось? Во-первых, эта консистенция невероятно воздушная, буквально там два нажатия, у вас все лицо в пене, это все очень комфортно, приятно пахнет, без какого-то такого отталкивающего аромата. Хорошо очищает лицо, очень мягко очищает лицо. И после двух этих средств у меня нет ощущения даже такой, знаете, потребности что-то на себя сразу быстро намазать, потому что кожа не чувствуется какой-то такой стянутый, наоборот, все очень комфортно и есть такая опасность забыть что-то нанести. Но, поскольку мне нравится этот крем, я все равно ему носила, потому что после него, вот после вот этого комбо, кожа прям обалденная. Эта пенка супер нейтральна, она подходит для всех типов кожи, для чувствительной, мне кажется, она тоже 100% подойдет, потому что у меня был период, когда у меня были дикие высыпания, я об этом рассказывала, у меня были проблемы с кожей летом, поэтому я не смогла сразу начать этим пользоваться, когда мне только бренд это прислал. И я пользовалась иногда этой пенкой, все же нет, нет, бывало, и она вообще не вызывала никакого раздражения, а наоборот, немножечко так даже подуспокаивала, и некоторые моменты, за счет того, что там есть в составе зеленый чай, как будто бы вот чуть-чуть они получше заживали, то есть вот как-то она у меня почти закончилась, то есть я ее тоже практически в ноль уже добила, и тоже будет очень грустно, потому что сейчас это тоже является вот пенкой прям моим фаворитом-фаворитищем, и да, я нашла еще пару пенок в адвент-календарях, не могу сказать, что они уже стали моими фаворитами, они неплохие, я бы сказала, прям такие посредственные, а вот это прям лайк, прям любовь. Также я попробовала тоник, его, по-моему, даже сама выбрала, не по тесту, просто вот мне показалось, что такая вот штучка точно не помешает, и очевидно он направлен на дополнительное увлажнение. В составе есть низкомолекулярная гиалуроновая кислота, которая после очищения восстанавливает ваш естественный паш кожи, и более того, он еще стимулирует синтез вашего естественного коллагена. Это все прекрасно, но дело в том, что после данного гидрофильного масла и после вот такой пенки как будто бы дополнительное увлажнение и не нужно, поэтому им я пользуюсь вот прям по случаю, когда я почувствовала, что моя кожа ну вот прям подсохла, я там какой-нибудь тон нанесла, на который моя кожа как-то не очень среагировала, когда вот просто какая-то погода меняется. В таком случае я его использую, поэтому здесь у меня баночка большая, хватит его еще надолго. Более того, здесь еще, кстати, сверху должна быть крышечка, на случай, если у вас это сломается, есть основная крышка, но я ее, кажется, потеряла. Вещь тоже классная, рабочая, но вот как оказалось, у меня не настолько сухая кожа, как я себе это представила. Надо было, наверное, все-таки слышаться тест. Ну и когда как не сейчас осенью, когда у нас солнце уже не такое агрессивное, когда можно уже постепенно добавлять в свой уход какие-то такие более агрессивные средства, чаще делать какой-нибудь пилинг, ретинол, и вот это вот все, в общем, сейчас самое время, и, конечно же, нельзя не сказать про пилинг. У меня это пилинг, конкретно энзимный пилинг с папайей. Мне, на самом деле, все, что связано с энзимами, прям вот как-то близко. Все, что я не пробую, моей коже это нравится, и почему-то здесь тоже я была уверена. Этот пилинг я купила по рекомендации на сайте. Что он делает? В первую очередь, конечно же, он очищает кожу, но здесь важно правильно его нанести, чтобы он правильно сработал. Мы его наносим на лицо, массируем где-то так минутки 3, и я реально стою 3 минутки аккуратненько, все лицо без фанатизма, массирую, и после важно взять какую-нибудь пленочку или плотенца, но пленочку все же удобнее, закрыть средство этой пленкой. Это выглядит странно, я даже, мне кажется, в телеграмм скидывала, как это выглядит, когда делала этот пилинг, но это так лучше работает. Вы чувствуете, как слегка подпекает, например, вот у меня зона носа, ну прям чуть-чуть, немножечко. Когда вы смываете, вы прям ощущаете, что ваша кожа прям заметно, как будто бы даже чуть-чуть посветлела, то есть есть такой эффект. На следующий день она просто бархатистая. Конечно, с этими штуками нельзя было употреблять. Какой бы ни был классный эффект после применения, если вы будете это делать часто, ваша кожа рада не будет. Поэтому один-два раза в неделю, в зависимости от того, как ваша кожа воспринимает такие средства, моей, в принципе, вот разом в неделю, наверное, прям достаточно. Крем уже, кстати, впитался, все очень приятненько, мягенько, даже краситься не хочется. Но, нет, мы сейчас будем с вами краситься. Еще пару слов хотел сказать про Аравию, и я, на самом деле, очень благодарна бренду, представителям, что они ко мне обратились, потому что сама бы, наверное, я просто не заметила этот бренд. Сейчас их огромное количество, и когда я была в России, у меня просто глаза разбегались на что посмотреть, а они мне сами написали, я такая, думаю, классно, все, я хочу попробовать, мне интересно. И более того, я еще в Телеграм-канале выкладывала эти продукты, и многие из вас мне писали, кто пользуется этим брендом, что они реально довольны, я прикреплю все эти отзывы, которые у меня были в Телеграм-канале. Так что это не только мое мнение, и если вдруг вы искали какой-то вот именно домашний проверенный уход, то, может быть, стоит начать с этого бренда, плюс у них на сайте есть тест. Тест, который поможет вам определиться, как-то вас скоординирует, в какую сторону нужно, просто отвечайте честно, действительно, по тем проблемам, которые у вас есть. Я так и сделала, но вот с тоником я сама самовольничала, думаю, нет, я возьму то, что посильнее будет увлажнять, и в итоге вот как-то он у меня не расходуется так, как должен был бы. А тем временем, я уже набрала на кисточку гель для бровей Пуси, и это тот бренд, который сейчас является моим фаворитом из продуктов для бровей, никак не могу теперь и от него отлипнуть. Я купила себе 15-миллиметровую, миллиметровую, каждый раз хочется сказать, миллилитровую баночку. Она постепенно, кстати, кончается, у нее достаточно большой расход, либо я просто очень часто им пользуюсь. Плюс к этой баночке у нас шла кисточка с вот такой маленькой тоненькой кисточкой, и на самом деле вот я их прям распробовала, когда я ее так высоко подняла, просто роза, мне кажется, на фоне роз не будет видно. Я ее распробовала, и мне теперь действительно нравится именно такими щеточками, кисточками, щеточками, наверное, правильно будет, продукт. Нет никакого белого налета, нет никакой ощутимой пленки, все прям очень комфортно. Нет, знаете, вот этого ощущения, что просто брови закатали в асфальт, потому что такое иногда бывает, такие более стойкие продукты. Они как-то ощущаются на бровях, здесь такой истории нет, их можно поставить как только угодно. Я уже про этот гель рассказывала. Обожать, любить, и пока пользуюсь только им. Пока, наверное, не закончится, я им буду пользоваться. У него, правда, очень странная консистенция, такая как сопельки, я не знаю, тянется, такая прям желейка, но это классная желейка. Пока что брови застывают, я хочу оформить лицо, и для этого я возьму сегодня тинт от серума от Катриса в 0,20 оттенке Вар. Знаете, он для меня открылся по-новому этой осенью, я про него вам говорила не раз, что я все вот пыталась его как-то распробовать, и мне не нравилось, что какой-то он дополнительный такой излишнее сияние придает моей коже, но это было весной и часть летом, с собой я вот с кого-то не брала, поэтому половину лета я его не могла использовать, другую половину лета просто у меня его не было, но когда я вернулась, я его начала снова тестировать, и он как-то так раскрылся совершенно с другой стороны. Во-первых, да, я уже не вижу этого какого-то излишнего сияния, все очень комфортно, очень натурально, средняя плотность покрытия можно поднаслоить, и я знаю, что они вроде как вдохновлялись, как обычно Катрис это делает, тоном от Клоранс. Я читала комментарии, что да, многие действительно видят в них похожие, схожие черты, именно по своей текстуре, он напоминает по тому, как он лежит на коже, то есть он создает такой вот эффект, как будто бы второй кожи, он виден, понятное дело на коже, но прям минимально, можно прям очень тонко его нанести, я также получала комментарий от вас, что он является вашим фаворитом, и на данный момент он тоже является моим фаворитом, если мне нужно быстро как-то накраситься, то 100% я возьму этот тон, Dior даже отошел на второй план, хотя, наверное, большую часть лета я пользовалась новой версией Dior, Forever Natural Nude. Еще один мой фаворит, которым я регулярно пользуюсь, но зачем-то я убрала его в ящик, он всегда у меня здесь был, в ближайшем ящичке, но я убрала его подальше, и таким образом я его забыла. Так, хорошо, что я не успела затонировать вторую половину, потому что у меня есть для вас новинка от бренда Катриса, осенне-зимнего запуска, и это тот самый фильтр, который придает сияние изнутри, и не могу сказать, что он какое-то прям придает сияние хайлайтера, нет, но как будто бы с ним чуть-чуть лучше выглядит кожа. Мне нравится этот эффект, и тоже получала от вас хорошие отзывы на этот продукт. Мне он, правда, зашел, у него такая хорошая тонкая текстура, его можно носить как самостоятельный продукт, если не наносить на Т-зону, потому что все-таки она у нас жирнится, допустим, на Т-зону нанести хайлайтер, хотела сказать, ни в коем случае, консилер, а по периферии, по оставшемуся лицу, нанести этот тон, и получится, посмотрите, очень такое натуральное покрытие, ничего не скроет, но немножечко выровнит общий тон, я его наношу под этот тон, и, в принципе, получается такое хорошее комбо, ну, как праймер, в общем, я его использую. У него хорошая оттеночная линейка, то есть там действительно можно подобрать себе по цвету, самые популярные оттенки чаще всего, конечно, раскуплены, поэтому за ними нужно немножечко поохотиться, и классно, что они ввели этот продукт именно в основной ассортимент, потому что это все-таки аналог такого более дорогого фильтра от Шарлотты, 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 что-то я сегодня заговариваюсь, ну, вот красиво, видите, я его поднаслоила, и прям очень натурально вот этот глоу-эффект присутствует, если у вас нет на коже каких-то высыпаний, вам 100% он понравится. Вот так сейчас смотришь, и как будто бы даже фильтр лучше выглядит, чем тон. Тон просто плотнее, его больше заметно, а фильтр прям вот мою кожу сделал лучше, я бы так сказала, прям красиво. Ну, и, кстати, когда я уже нанесла такой фильтр, не обязательно так много доносить тона, потому что он уже выровнял общий тон, и здесь уже достаточно будет меньшего количества продукта, чтобы немножечко подзгладить некоторые нюансы, которые у меня более выражены. Вот у меня есть пустакно. Ну, а теперь консилер, и здесь будет, наверное, неожиданный для многих фаворит, о котором я особо не говорила, я им не осветила, потому что это консилер из лимитированной коллекции, возможно, даже его уже не купить, даже бы, если я очень сильно захотела, а я бы захотела, потому что он у меня кончился. И это консилер от Beauty Bomb из коллекции Dark Academy. Их там было всего два, то есть в двух оттенках, 0,1, у меня это 0,2. Чем же он мне так понравился? Во-первых, мне идеально подошел оттенок. Во-вторых, это консилер с натуральным финишем, который слегка фиксируется, который не скатывается, который максимально натурально выглядит, смешивается с кожей, который ничего не подчеркивает. И плюс у него достаточно пигмента, чтобы подскрыть синячок на каждый день. Это было просто идеально. Я сейчас попробую там что-то еще нанести, если у меня это получится. Давайте. Ну, нет уже. Просто я шкрябаю буквально палочкой по лицу. То есть тут прям вообще остатки-остатки. Ну и, конечно, есть неизменный мой фаворит. Это еще Maybelline Superstay Activewear в трех оттенках. 11, 15, 20. 15 мне сейчас подходит. 20 на более темные какие-то вот участки наношу. 11 для того, чтобы возветлять века я купила. Он такой более нейтральный, и на нем будет лучше делать макияж. Ну, как бы, да. То есть сейчас его просто очень мало, поэтому я возьму свой Superstay от Maybelline 15, собственно. У него очень тонкая текстура. То есть это такой, как будто бы вот на основе водички и консилера он ложится таким пигментом. И да, он немножечко пахнет алкоголем. Вероятно, в составе он есть, но для меня как бы окей, он не сушит кожу под глазами. Вот он ложится как такой вот тонкой пеленой. Плюс он самофиксирующийся. Это может быть тоже для некоторых минусом. Для меня же это плюс. За счет того, что он не утяжеляет ту зону под глазами. Плюс у него достаточно пигмента, чтобы подскрыть синячок, что для меня актуально. Показываю зону под глазами поближе. И да, поскольку это самофиксирующийся продукт, то, скорее всего, он не подойдет для возрастной кожи. Он может обозначить морщинки именно вот своей такой сухостью. И я сейчас его слишком близко нанесла к ресничному краю. Так делать не надо. То есть он может их подчеркнуть. Но учитывая, что там у нас с вами будут тени, это все как бы будет нивелироваться. Ну и раз мы с вами уже так близко, давайте я, наверное, сделаю брови моим любимым, любимейшим маркером от Influence Beauty в 0.3 оттенке. Не знаю, обожаю я этот продукт. Максимально натуральный эффект дает. Из всех тех, что я пробовала. Есть еще маркер для бровей от NYX. Он тоже хороший, но он через какое-то время начинает как-то странно подтекать. И он такой более пигментированный. Хотя у него тоже хорошая щеточка. И часто я им делаю какие-нибудь натуральные стрелки. Ну, посмотрите. Ну, это же идеально. Ну, то есть как будто бы реально это моя бровь так заросла. Чего, конечно, не может случиться уже. Зафиксирую макияж пока что только в Т-зоне. Поскольку мы будем сейчас наносить еще кремовые продукты. И это моя любимая пудра от Холики-Холики. Она немножечко подстирает рельеф, чуть-чуть блюрит поры. Она идеально мне, по крайней мере, подходит на каждый день, потому что она ложится тонко вуалю. Она просушивает макияж, но при этом не подсушивает кожу. Она может создавать легкий березный эффект, но как будто бы для меня окей. Я не вижу какого-то сильного выбеливания. Но я получала в комментариях, что у некоторых она как-то очень сильно выбеливает. Не знаю, у меня тут совсем скоро появится дно. И я, конечно, буду покупать новую такую пудру. Купить ее можно, если что, на сайте Саланда. В последнее время я также перешла на кремовую коррекцию. И у меня есть один просто неизменный фаворит. Не знаю, когда закончится, я 100% куплю еще один продукт. И это кремовый скульптор, точнее бронзер от бренда Rare Beauty. Все в оттенке, по-моему, Bright Side. Да, Bright Side. Здесь всего 7 грамм продукта. У меня он уже медленно, но верно заканчивается. Он прям такой уже стертый. Потому что я его наношу сначала на руку, а потом уже набираю кистью. У меня это, кстати, заэво. Кисть 103. Тоже оболтенная кисть. Кстати, такой вот копытце. Я этой кистью наношу. Иногда бывает просто все продукты. От тона до консилера. И просто иду поэтапно. Они плавно смешиваются. И прям максимально натуральный эффект получается. Или, например, если мне нужен более, наоборот, плотный эффект, то я просто побольше продукта наношу. Этот продукт просто как-то вот идеально подходит мне по цвету. Он легко наносится, легко тушуется. Он не разъедает продукты под собой. Даже если вы запудрили лицо, это можно нанести сверху просто аккуратно. И все будет красиво, все будет комфортно. Все стойко на протяжении всего дня. Но в любом случае, после я еще прохожу сухой коррекцией, если мне нужен более яркий эффект, допустим. Далее будет еще два продукта от Аравии. Это румяна и хайлайтер. Хайлайтер, особенно жидкий, я все реже-реже использую, если только что-то там снимаю. А вот румяна. Румяна мне очень сильно понравились. И более того, они похожи на мои любимые румяна по оттенку от Rare Beauty Bliss. Шикарнейший просто оттенок. И посмотрите, как они схожи. Это же просто практически аналог. Конечно, у них разная текстура, то есть разные свойства. Rare Beauty более пигментированный, Rare Beauty более стойкий, более насыщенный. Аравия – это такая как будто бы легкая версия. Он что вылился? Прикиньте, я его слегка перевернула, и оттуда просто вода какая-то потекла. Он расслоился, что ли, внутри? Засвочила Rare Beauty. И рядом давайте засвочим Аравию. Если что, это 0,1 оттенок. Но посмотрите, да, Аравия похолоднее. Но когда вы наносите это на лицо, как будто бы разница не очень сильно видна. И в целом, ты вот когда это все тушишь, понимаешь, что, может быть, и необязательно покупать румяна от Rare Beauty. И да, Аравия имеет более натуральный финиш. Они не такие стойкие. Они вот больше, знаете, вот прям на каждый день, когда вам нужно быстро что-то нанести. Они такие, знаете, немножечко водянистые. Они по упаковке похожи на румяна от бренда Alien. Alien тоже я очень сильно люблю. Они более пигментированные. Но все же вот они такие более водянистые. Alien, они чуть-чуть погуще. У них больше пигмента. Они застывают достаточно быстро. Здесь все более такое лайтовое. Но посмотрите, какое натуральное. Как это красиво смотрится. Ну, то есть, опять же, для быстрого какого-то макияжа на каждый день это отличный вариант. Хайлайтеры, если что, у меня в 0,3 оттенке. Я его немножечко добавлю. Потому что потом, скорее всего, я усилю эффект с помощью сухого хайлайтера. Это тоже супер натуральный хайлайтер. Он не делает никакой полосы. И вот эти два продукта вместе с бронзером от Rare Beauty идеально для меня подходят на каждый день. Если вот я хочу какой-то прям супер натуральный образ сделать, хайлайтер прям очень деликатный. Посмотрите. То есть, его видно, но он не будет, знаете, прям бросаться в глаза. Это будет выглядеть как ваше естественное сияние. Как будто бы вы нанесли какой-то сияющий тон. Я бы так сказала, если с ним переборщить. Здесь у нас есть кремовая коррекция. Здесь ее очевидно нет. Но, я думаю, в принципе, разница прям очевидна. Заметно здесь лицо более плоское. Здесь прямо такое уже живое. Мы сейчас с вами добавим сухих продуктов. Потому что о них тоже хочется сказать. И один из последних продуктов, которые я нашла в адвент-календаре из декоративки. Это был бронзер. Бронзер от бренда Заева Санторини. Оттенок Medium. Он мне очень понравился на самом деле. Я прям часто им пользуюсь. У него хороший оттенок для бронзера. То есть, это что-то между бронзером с кульптором. Он очень деликатный. Он не пятнит. И это матовый, насколько я знаю, бронзер. Да? Да. Это матовый бронзер. И продукт, о котором я очень редко говорю, но достаточно часто использую. Это бронзер от L'Oreal. Тот самый Too Paradise. У меня оттенок уже неизвестно какой, к сожалению. И он выглядит, ну, уже прям совсем плохо. Такой весь поцарапанный. При этом, несмотря на то, что я очень часто им пользуюсь, у него достаточно маленький расход. То есть, его реально хватает на очень долго. Ну, и, конечно, есть скульптор. Самый любимый скульптор на данный момент это у меня Chic Chic. Всем шик. Правда, люблю этот скульптор, но как-то вот все же, все же моя рука чаще тянется просто к бронзерам. Кисть у меня от Manly Pro. Обожаю их кисти. 66-я. И предлагаю сначала нанести немного скульптора от Chic. У меня это 01-й, да, 01-й оттенок. Коррекцию, конечно же, я делаю наверх очень легкими движениями. И посмотрите, уже такая прямо холодинка появилась. Уже красиво, хорошо. Но мы потом еще снова добавим бронзера, и снова будет у нас теплинка. Здесь важно то, что он набирается очень деликатно. То есть, вы с ним не переборщите. У него запеченная текстура. И как-то вот, чтобы переборщить, нужно прям постараться. Ну, и, во-вторых, это оттенок. Он правильный, правильный оттенок скульптора. Он не слишком серый, он не слишком какой-то грязный, кирпичный, теплый, красный. Вот он прям хороший, такой нейтральный. Мне кажется, он максимальному количеству людей подойдет. Ну, и добавим бронзера. Это самый беспроигрышный бронзер, мне кажется, у меня в косметичке. Когда я не знаю, что взять, вот я сижу, долго думаю, я просто беру этот бронзер, и я всегда знаю, что он под любой макияж подойдет. Ну, а теперь можно делать макияж глаз. Возможно, я пожалею о том, что я сделала сначала макияж лица. Да, посмотрим. Я, на самом деле, не могу здесь выбрать палетку Vivienne Sabo, мне сегодня взять, гармония, или же все-таки палетку от Essence, в коллаборации с Диснем, которая вышла в сентябре, где-то так. Я ее купила, нет, она в октябре вышла. Нет, вышла она в конце сентября, купила ее в октябре. Вот так. Мне безумно понравились. Здесь оттенки очень красивые. Здесь такие зеленые хаки. Мне кажется, она даже сейчас немного больше нам подходит по оттенкам, потому что я хочу вот к этой палетке или к Vivienne Sabo добавить еще пигменты. Пигмент, который я еще не пробовала. Это для меня интересный продукт новый от бренда Виктория Станевич. Я про этот бренд ничего не знала до того, пока мне не прислала у Гульнары этот пигмент попробовать. Выглядит невероятно просто. Тут просто, мне кажется, все цвета радуги переливаются. Я на это смотрю, и я вот поэтому прям терзаюсь. Я хочу весь сегодня акцент макияжа все же сделать на пигменте. Понятно, добавлю какую-то стрелку, но все же нам нужно как-то оформить какую-нибудь складку. И гармония, она прям похолоднее. Если вот на нее посмотреть, она прям холодная такая. Да, тут есть какой-то красноватый оттенок, ну прям такая базовая. Здесь как будто бы нам подходит чуть больше. Ну и, наверное, эта палетка сейчас поактуальнее будет. Здесь у нас внутри Mickey Mouse. Когда ты ее открываешь, вот так это все выглядит. Ну, кстати, оформление неплохое. И здесь есть интересный вот такой вот рефил. Он офигенный такой, сверкающий. И что-то подобное, которое есть было, и что-то пошло не так. Примерно все. Ну, то есть кожа сегодня мне очень понравилась, как получилось. Но сейчас, конечно, уже выглядит зона под глазами не очень. Потому что на этой стороне, где я сделала макияж на ногу глаза, я несколько раз поправляла консилер. Более того, это третий макияж. Ну, то есть сегодня максимально не получалось. Все такое иногда бывает. И да, я хотела же сделать макияж с пигментом, который я уже убрала благополучно. Но этот пигмент оказался гораздо сложнее, потому что здесь действительно много переливов. То есть видно и оранжевый огненный, и желтый, и розовый, и голубой. Голубой вообще является основой. И зеленый. То есть под него нужно хорошо подобрать основу. Ну, сегодня я не планировала ничего подобного сделать. Хотя я даже нашла палетку, где есть подходящий матовый, который мог бы немножечко спасти ситуацию. Wilderness, он там рядышком у меня лежит. Но я решила, что нет. И, в общем, все дело благополучно это смыло. Потому что, ну, там прям было плохо. Да, как видите, я решила остановиться на этой палетке. И на самом деле вот такой макияж я делала очень быстро и легко. Он выглядит достаточно эффектно. Пару раз я его делала. Все зависит от продуктов. То, насколько он яркий будет. Сегодня это было как-то сложно. Сначала, как бы, получается очень легко складка. Ну, давайте по порядку. Давайте просто вместе сделаем кеш. Я за основу беру опять консилер от Maybelline 11 оттенок. Наношу его, чтобы выровнять немного века. Ну, собственно, выровняли века. И теперь понеслась. Надеюсь, что сейчас намного быстрее, неожиданно этого. Беру маленькую пушистую кисточку. И пойду, наверное, куда я пошла. Тоже не помню, честно говоря, куда я там ходила. По-моему, я пошла сначала в нейтральном. Такой вот оттеночек. В оливку. Но это, знаете, такой тауковый. Но с уклоном в оливку. Вообще, оттенки мне очень нравятся. Но тут проблема в том, что это тени Catrice. И они не очень сильно стараются как-то менять формулу. То есть, это, да, достаточно пигментированные тени. До определенного момента. Они такие силиконистые. Вроде бы, оформить складку окей получается. Слегка ее затемнить окей тоже получается. Но если вы захотите как-то что-то притемнить. А сегодня я хотела сделать, ну, что-то такое интересненькое. То тут начинается уже проблема. И вот здесь видите эту проблему. То есть, ну, это выглядит все, мягко говоря, не очень. Так, немного прошлась по границе, чтобы все было помягче. И вот можно, в принципе, наносить сияшку, делать там стрелку по желанию. И все, идти в первый мир. Ну, это как бы, ну, совсем просто. Поэтому мы идем дальше. Что-то я тут запуталась. Иду, наверное, вот в такой вот оттеночек. Потемнее на несколько тонов. Он такой же, но просто темнее. То есть, можно выстроить градиент. Ну, и, конечно, для такого макияжа в идеале брать сначала какой-нибудь карандаш. Строить форму. Потом эту форму фиксировать тенями, которые действительно пигментированы. Но у меня тут сегодня задача попробовать палетку потестировать. И как бы карандаш что-то, ну, можно взять. И, понятно, ситуация будет лучше, но я не хочу. Итак, теперь иду в самый темный Микки Маус. И набираю, наношу его на внутренний уголочек глаза. Создавает этот вот эффект затемнения. Затемнение. Прихлопывающими движениями постепенно наслаиваю. Но здесь есть предел, после которого, если вы его перешагиваете, нужно его прям поймать. Начинаются пропрешины. И вот сегодня, конечно, да, прям было сложно. И дальше я хочу набрать такой красивый травянистый зеленый оттенок, но немножечко смешанный с грязью. Он такой много землистый, я бы сказала. Его я уже немного нанесу в складку. Кисть у меня огромная. Я чуть свою, которую поменьше. Но пушистая найти не могу. Так что нашла какую-то просто. Да, тени еще летят, если вы наносите их пушистыми кистями. Да и в целом, когда наносите, они прям так осыпаются. Так, ну вот зеленушки добавили. Нужно будет немного еще потушевать пустой кистью. Но как будто бы, видите, все смешивается в один оттенок. И это проблема частая. Катрис, то есть ты наслаиваешь, 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 наслаиваешь. Я не говорю еще и про вот этого яркого митмауса. Потому что вот он, конечно, интересный. Но его нужно 100% наносить на подложку. Он прям, ну, блекленький. По нижнему веку нужно просто продублировать. То же самое сделать с темными оттенками. А пока что давайте я нанесу сияшку. И потом лучше еще поднаслою матовый. Потому что, ну, здесь как бы иначе никак. Да, эту палитку если брать, то только ради сияшек. Я бы сказала, что ради одной, которая есть сейчас в центре века. Вероятно, это не очень рационально. Но мало ли. Может быть, вы хотели попробовать такие оттенки. Тут есть неплохие другие сияшки. Но как будто бы это самое интересное. Она находится у нас по центру. Она переливается из такого... Такого голубозеленого. То есть вот как-то вот так, видите? О, вот так вот видно немножечко голубой оттеночек. Он там пробивается. В общем, смотря как свет падает. Очень красивый оттенок. Сам по себе посмотрите. То есть он такой яркий. И что-то такое мы с вами уже от Катриси видели. В лимитированных тоже коллекциях. К сожалению, такого оттенка нет у них в основной какой-либо коллекции. В какой-нибудь палетке. Это вот разовая какая-то история. Если вы купили уже эту палетку, то я уверена, этот оттенок вас радует. И как-то я его так ярко сейчас нанесла. Ну, да ладно. Наношу я его на клей или корсопру. Кстати, обалденный клей. И немного вот такой подразмазываю сверху. Вообще не боясь того, что у меня там форма, не форма. Нормально. Так сойдет. Так. Дальше также пальцем. Вот здесь есть такой оттеночек. Он быстро начинает замыливаться. Боже мой. Полосатенький оттенок. Но он красивый на самом деле. Если присмотреться. Это прям такая темненькая оливка с золотыми блесточками. То есть, это выглядит прям, ну, дорого. И его я наношу по краямы для сияшки. Но только на подвижном веке. Да, возможно, не очень аккуратно. Но сделаем вид, что это такой гранжевый макияж. Что это было так запланировано. Что там у меня осыпалось. Осыпалось, кстати, много чего. И лучше всего их убирать не сразу кистью. А как-нибудь вот так. Ну, то есть, реально лучше их сначала чем-то сдуть. Потому что кисть их может размазать. Вот прям. Вот прям еле касаясь надо это делать. Здесь у меня получилось все убрать. А вот тут, конечно, придется сейчас перенаносить консилер. Все это подчищать. Ну, так вот поближе вам покажу. Даже сейчас, как это выглядит. Ну, хотя даже как будто бы не все так ужасно. Вообще не очень. Напишите в комментариях. Ну, это по крайней мере пока. Посмотрим, как это в финале будет выглядеть. Когда будет полностью макияж завершен. Ну, вот этот оттенок, он, конечно, шикарный. Боже, он там переливается так. Как так показать-то вам его? Также до центра прокашиваю слизистую коричневым карандашом. И добавляю зеленый на центр. Вот как-то так. Это выглядит. Ну, посмотрите, как он красиво переливается. То есть, вот здесь вот этот блик голубоватый. Это вообще просто что-то с чем-то. Но это, конечно, видно при вот таком прямом искусственном жестком свете. У меня здесь стоит прожектор. Вот. Поэтому, да. Это, конечно... Но это красиво. Но почему они не могут всегда все такие рефилы делать? Или хотя бы, я не знаю, там, два-три из палетки, а не один-единственный, который повторяется из года в год. Этот оттенок мы с вами уже видели. И теперь давайте сделаем этот блик во внутреннем уголочке глаза. И нет, это не с этой палеткой. И это мы снова возвращаемся к бренду Виктории Станевича. У меня есть такая вот огромная палетка хайлайтеров. Это мне тоже прислала Бульнара. Ничего не знаю про этого блогера, бренда, бренд, кто это. Не в курсе. Но здесь очень прикольно. Есть оттенки. Есть такой зеленоватый. И он, видите, такой немного мятный зеленый. Его можно очень круто заболировать. Мне они нравятся. Я их использую прям по случаю. Хватит здесь просто на всю вашу жизнь и еще кому-нибудь на одну. Так что можно смело покупать, пользоваться, радоваться. И я прям, знаете, не стесняясь набираю вот этот вот оттеночек с зеленым отливом. И прям вполироваю, вполироваю, вполироваю. Вот аж пока плохо не станет, короче, от этого зеленого. И теперь моя любимая подводка, которая тоже уже заканчивается, к сожалению. И купить я ее не смогу, потому что купила я ее в России, в Magnet Cosmetics. И это бренд Funky Monkey. Я как раз застала момент, когда он только появился в Magnet Cosmetics. Стоит дороговато. Я считаю, здесь немного миллилитров. Не помню, сколько было на упаковке, мне кажется. В общем, это Funky Monkey просто хорошая подводка с кисточкой. Обожаю любить. Но, к сожалению, она уже начинает немножко заканчиваться. Сделаю сейчас просто обычную стрелку с внутренним уголочком. На большее сегодня меня уже не хватило. Хотя поначалу был там небольшой креатив, который я благополучно смыла. Ну и теперь, конечно, нужна тушь. И на самом деле с тушами у меня сейчас прям... У меня их просто отбили. Есть несколько тушей, которые я обожаю сейчас вот на осень, на такую паспортную погоду. Это первая тушь от Vivienne Sabo. Называется она Grotesque. Она прям... Она не то чтобы водостойкая, она дает такой элегантный эффект. Они недостаточно объемные, немного такие разделенные. Не вау, но красиво смотрится на каждый день. И она не отпечатывается, что классно. Она не осыпается, но прям хорошо себя ведет. Достойная тушь. Стоит недорого. И вот прямо она мне в этом плане зашла. Единственное, что мне не нравится, оттенок недостаточно черный, на мой взгляд. То есть она такая как будто бы немного разбеленная, что ли. Еще есть тушь от Lancome. Я, наверное, просто прикреплю, как она выглядит. Она у меня там у брата лежит в ящике. Отличная тоже тушь. Ведет себя плюс-минус так же, но дает больший объем, больший такой вот такой красиво распахнутый взгляд. Прям вообще моя любовь. Я снова ее вспомнила, когда нашла в адвайном календаре. Тоже от Lancome. Не видели распаковку? Посмотрите обязательно. Также есть тушь от Makeup Revolution 5D. Шикарный, дает объем. Она уже водостойкая. На прям хорошую, такую плохую погоду. Хорошую, плохую погоду. Вот это вы меня поняли, когда прям дождь идет. Или жарко, не знаю. Или в бассейн вам, например, надо зачем-то тушь, мало ли. То она выдерживает все. И более того, обычно водостойки туши, они прям такие сухие. И они дают какой-то такой посредственный эффект. А это дает эффект накладных ресниц. Но сложно приспособиться к щеточке. Она такая не очень. Но можно. В общем, я ее обожаю. Я уже получала от вас тоже хорошие комменты, отзывы о том, что вам тоже зашла эта тушь. И вы не ожидали, что она вот так работает. То есть, правда, единицы водостойких тушей могут давать такой объем. Ну и, собственно, на самом деле, это вот прям первые три туши, которые мне пришли на ум, которые вот я сейчас ношу, которые себя хорошо ведут в плохую погоду. И я их люблю. Ну что, я полностью завершила макияж. Да нанесла некоторые продукты. Поэтому давайте я про них сейчас скажу. В первую очередь, что я сделала, это, ну, понятное дело, почистила зону под глазами, перенанесла консилер, потому что было просто необходимо. Все осыпалось. И за счет того, что я подснимала эту зону, залезла немного на румяна. В общем, все. Пришлось немножечко, по чуть-чуть добавлять. И я решила добавить еще сухих румян от бренда Luxe Visage. Где-то здесь они у меня были в оттенке 02. Очень такой, знаете, интересный оттенок. Он как будто бы телесно-бежевый. Точнее не так. Это с примесью персика, чего-то такого бежевого. И таким образом он выглядит очень натурально на щечках. Мне прям очень нравится. Мне кажется, сейчас даже маловато румян. Прям хочется еще больше добавить. Но уже, наверное, оставим так, потому что я уже столько всего здесь понадобавляла, что хватит. Хватит. Далее. Что? Что еще было? Ну и, конечно же... А, хайлайтер. Хайлайтер я еще решила добавить. Но это та же самая палетка. Я взяла просто розовый оттенок. Ну, чтобы был такой небольшой блик. По-моему, смотрится прикольно. Вообще, изначально была идея розовый добавить в уголок. Но что-то потом я передумала. И губы. Ну, губах у меня сейчас один из моих любимых карандашей для губ. Это стеллари оттенок 09 капучино. Потрясающий оттенок. Формула, в принципе, карандаша вполне себе комфортная. Может быть, не самая стойкая, но вполне себе такая носибельная, хорошая. Но тут важен оттенок. Вообще, сейчас очень много хороших карандашей для губ. Но я выделяю именно их больше по оттенкам. Потому что, ну, правда, эти же Essence и Catrice делают хорошие карандаши для губ. Больше всего мне сейчас нравятся оттенки от Make Up For Ever. Оттенок 506. Такой холодный. Просто он еще холоднее. Оттенок скульптора, я бы даже сказала. Красиво смотрится в определенных макияжах. И это сложный именно оттенок. Потому что найти что-то пыльно-розовое. Просто какой-нибудь оттенок, опять же, какао, но теплый. Легко. Их уже много сейчас. Также мне нравится карандаш от Anastasia Beverly Hills. Оттенок Cool Brown. Но здесь не сколько, опять же, из-за оттенка, а за его стойкостью. Это, наверное, одни из самых стойких карандашей, которые только у меня есть. Ну и, конечно, Chic. Chic тоже очень хорошенький оттеночек. Но он прям такой темный, если мы берем Make Up For Ever. Этот такой, знаете, уходящий в сливу, в скульптор. То этот уходящий больше в пыльную розу. И он более пигментированный. Я люблю эти оттенки. Мне кажется, они прям такие вот... Подстать сейчас такому серому настроению. Но иногда беру что-то такое более лайтовое. Известное от Vivienne Sabo. Эти же Catrice. В общем, все, что мы с вами знаем. Помаду я не наносила сегодня. Какой просто. Поверх карандаша добавила блеск от Аравии. Оттенок 0. Первый оттенок. Он переливается такими розово-золотыми. Какими-то такими блестками. Красиво смотрится, но блестки не ярко выражены. Вот недавно у нас в видео про Catrice был плампер от Catrice. Вот он прям классный такой голубой блик давал. Посмотрите, если не видели это видео. Прям интересный. И он больше такой масляный. А это прям классический блеск. Блеск такое прям стекло на губах. Красиво, но немножко липковато. Ну, вот такой макияж у меня сегодня получился. И да, я очень надеюсь, что он вам понравился. Потому что я немножко сегодня расстроена. Палетка меня это подвела. За счет своих осыпаний. Вот этих всех каких-то вот непонятностей. Смешения всех оттенков в один. В итоге просто я не получала нужного результата запланированного. Но что вышло, то вышло. Пишите свои мнения в комментариях. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. До новых встреч и всем пока.